Слабая экономическая отчетность из США, слабая отчетность техов и Японии – это три самых важных фактора, которые обрушили биржу. Все понимают, что рынок начинает слабеть и опасаются предстоящей рецессии. Падает все. Обвал на мировых рынках. Неделя начинается на миноре. Что происходит? Почему такой сильный обвал, например, в Японии случился? В Японии очень сильно укрепилась иена. И это, конечно, негативно влияет на экспортеров. Япония достаточно серьезный экспортер. И вот поэтому такая основная причина обвала. Плюс вот сейчас мы видим, что все больше новостей из США поступает негативных. Это в первую очередь безработица, которая выросла сильнее прогнозов до 4,3% вместо консенсуса 4,1%. Ну и в том числе видим реакцию на нефть, негативную реакцию на нефть, как как раз-таки предвестник возможной рецессии. Осознание после сезона отчетности того, что пузырь в искусственном интеллекте – это, в общем-то, отчасти пузырь. Понятно, да, есть и применимость, есть и бизнес, и компании как-то на этом зарабатывают. Но что отчет Майкрософта, что Амазон, Мета, неразрешенные – они все отчитались так, что выглядело, что зарабатывать они на этом толком не зарабатывают. Тратить – да, они много на это тратят. Это вроде бы и хорошо для NVIDIA, которая должна была бы дальше на этом расти, но оказалось, что она тоже от этого не так много зарабатывает, как исходно рассчитывал рынок. Неужели действительно сценарий рецессии настолько в Штатах и мировой, возможно, рецессии настолько уже близок к реализации? Короткие облигации у нас же… что сейчас происходит? У нас короткие облигации показывают рекордный рост в цене за последний месяц. Потому что если раньше у нас была инвертированная кривая, признак рецессии – длинные доходности были ниже, короткие – выше. Сейчас вот эта кривая выравнивается, и короткие доходности наконец-то упали до уровня длинных. То есть, например, двухлетка и десятилетка – они больше не инвертированы. И, кстати, интересно отметить, что это обычно самый главный признак рецессии. Сначала у нас происходит инвертированная кривая, потом эта кривая выравнивается, то есть доходности становятся одинаковыми, что на длинном, что на коротком горизонте. И вот потом обычно рынки начинают падать. Может быть, если не в этом году, то в следующем есть некоторые индикаторы, которые уже указывают по безработице, росту сильному безработице, что рецессия возможна. Поэтому вполне вероятный сценарий. Я думаю, что это скорее передышка перед настоящим обвалом, но он случится не раньше конца года, начала следующего года. То есть, скорее всего, чиновники в США, они приложат все возможные усилия, чтобы рынок не упал, особенно до выборов. На данном фоне, думаю, что где-то уже после выборов в США ситуация на рынках ухудшится. Ранее рынок российский был более плотно связан с американским рынком, но в последнее время он более-менее отвязался. Но я считаю, что такой существенный негатив. Индекс японский за месяц упал на 26%, за день на 11 или на 13. Сейчас, да, закрылся в минус 12,5. Поэтому вот американские индексы валятся тоже на 5% фьючерсы. Поэтому я считаю, что все-таки реакция какая-то должна быть негативная на российский рынок. Может быть, она будет не такой сильной. Но в целом, если смотреть на макроэкономику, то, конечно, российская экономика очень сильно завязана на нефть. И если мы увидим в дальнейшем рецессию на рецессию мировой экономики и дальнейшее снижение цен на нефть, то это будет, конечно, негатив для нашего рынка. С точки зрения обвала мировых бирж, Ренессанс Капитал говорит о том, что важна вот эта волатильность, которую мы на биржах наблюдали. Если она происходит в середине бизнес-цикла в контексте мировой экономики, то это терпимо. Если в конце бизнес-цикла, то это уже может быть чревато последствиями. Если ФРС экстренно ставку не снизит, это может разочаровать. И три из четырех колес мировой экономики, это, собственно, Китай стагнирующая, Европа стагнирующая, и вот Япония, как мы выяснили на этой неделе, тоже тут все непросто. Вот эти три из четырех колес мировой экономики буксуют. Четвертое колесо – это Америка, там тоже есть признаки спада. Вот это все не очень хорошо. Но аналитики тут же говорят о том, что индекс Мосбиржи уже изрядно скорректировался на фоне нашей высокой процентной ставки. И, собственно, это все есть. С точки зрения фискальной политики, сложными уровнями является снижение цен на российскую нефть ниже отметки 60 долларов за баррель. В общем, если мы этот рубеж пробьем, то для рубля, для бюджета это может быть где-то и важно, заметно. На российском рынке все равно есть иностранные, но дружественные инвесторы. Их не так много, но все равно они есть, и они уже подвержены внешним шокам. Соответственно, они могут тоже как-то продавать свои активы с российского рынка. Если говорить про компании малой капитализации, то они очень сильно подвержены таким шокам, поскольку низкая ликвидность сразу провоцирует падение. Если кто-то продает, то это сразу может повлиять на котировки. Я думаю, что если бы на глобальных рынках все продолжалось бы плохо, хотя бы несколько дней еще, то российский рынок бы выглядел сравнительно устойчивее. Просто эта история закончилась и закончилась быстро. Пока что то, что происходило в Японии и США, ограничилось одним днем. Вчера пока что вроде бы пронесло. Мы, с одной стороны, не ожидаем роста ключевой ставки, поскольку нет каких-либо экономических предпосылок. Раз, бумаги соргуются с дисконтом, своим среднеисторическим значением по мультипликаторам. Два. И темп роста корпоративных прибылей, они, по сути, не могут озавить равнодушным ни одного из инвесторов. То есть, в частности, средний темп роста компаний, которые сейчас входят в состав индекса ММВБ, они составляют более 12%. Это выше, чем среднеисторические значения. Поэтому оснований для коррекции мы, как таковых, здесь не видим. То есть, мы ждем, на самом деле, консолидацию на уровне 2800-3000 по индексу ММВБ. Общее ухудшение внешнего фона, оно может привести, в первую очередь, наверное, через влияние сырьевых цен на падение корпоративных прибылей российской компании. Безусловно, так. Это рисковый сценарий. Его нужно учитывать. Его вероятность точно не нулевая. Дальнейший, по сути, рост, выход из консолидации наверх по факту того, когда, с одной стороны, инвесторы будут понимать, что потолок по повышению ключевой ставки уже достигнут раз, и, с другой стороны, когда доходность по УФЗ станет меньше 12%, то есть станет меньше, чем дивидендная доходность, то тогда акции будут приносить ожидаемую большую доходность, нежели инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью. Если сравнивать ожидаемую доходность следующие 12 месяцев, как там оценивают ее аналитики, и доходность корпоративных флоутеров, мы сейчас видим, что ожидаемая доходность рынка акций, она там, ну, значительно выше. При этом у нас есть значительная макроэкономическая неопределенность, то есть мы до сих пор не понимаем, что будет с курсом рубля. У нас есть внешний фон в виде возможной рецессии в США, и это может привести к негативной динамике цен на нефть, что, конечно, отразится на нашем рынке. Поэтому, на наш взгляд, рынок акций дешев, акция интересна к покупке, но нужно быть осторожным. Что будет с защитным активом, посмотрим. То есть, на самом деле, в большинстве случаев последние кризисы в России были скорее инфляционного характера, и они сопровождались повышением ключевой ставки. В 2024 год, если действительно на горизонте ближайшего полугодия, одного года, мы увидим развитие как раз именно рецессионного сценария в мире, он может в этот раз сопровождаться снижением ключевой ставки Банком России. Что держать в поле зрения? Облигационные стратегии. Длинные бумаги, если ждать снижения ставки? Ну, мы, скорее, сейчас вообще, в принципе, на текущий момент смотрим в сторону увеличения дюрации облигационных портфелей, поэтому длинные облигации, да, с нашей точки зрения, сегодня интересны. Пришло время покупать 10-летний ОФЗ? Мы постепенно набираем позицию в длинных бумагах.